вот посмотрите вот это это пила для лобзика это ручной лобзик там пилить ванеру но я вот могу в этот лобзик не только лобзиковую пилку воткнуть но и обычное полотно для металла и пилить эта пила очень удобная ну вот единственное что она сделана как бы ну вот она мешает она все время падает вот этот большой выступ он не всегда нужен этот выступ конечно сделал чтобы запилить очень глубоко чтобы выпиливать прям вот туда залазить очень далеко очень широкий лист пилить а я пилю не всегда так глубоко и смотрите вот у меня есть такое вот изобретенное устройство ну можно сказать я его взял ну короче такую ручку сделаю покороче чтобы она была вот очень удобно но я понял что она должна быть рукоятка покороче я пилил ручку я взял лобзик другой отпилил у него покороче ручку мало того я отпилил у него все что можно было отпилить лишнее просто у меня было два я пользовался все равно одним и поэтому я сделал нужную вещь вот я где-то здесь вот так вот отпилил лишнее и у меня осталось оно и вот лобзик вот этот лобзик я его не трогал он жив-здоров я им делаю то что мне надо когда надо запилить куда-то далеко а вот этим устройством я беру и пользуюсь пользуюсь тогда когда мне когда мне достаточно его смотрите вот я сюда могу теперь вставить обломок ножовочного полотна по металлу и пилить вот смотрите тот же самый механизм что у лобзика я беру этим полотном теперь и пилю теперь у меня такая маленькая удобная компактная пилка я беру ей и пилю у ножовочного полотна появилась рукоятка у любой длины полотна то вот как обломалась так вы берете вставляете и у него все есть ручка можно сделать под любым углом эту пилку и будет удобно пилить потому что встречаются всякие разные ситуации иногда надо загнуть и подлезть куда-то там в неудобное место совсем я беру поворачиваю в этой ручке мое это устройство и у меня получается пилка которую очень удобно пилить даже в самых-самых неприятных недоступных местах вот на 90 градусов взял повернул и все равно работает вот это вот рукоятка я отпилил от лобзика все лишнее и оставил одну часть смотрите сюда можно закрепить даже какой-то вот такой ножик с таким маленьким тоненьким тоненьким лезвием и где-то что-то делать можно пользоваться без ручки но с ручкой удобно ну вот смотрите я сюда вот могу вставить осколок ножовочного полотна вот этот ножик вот смотрите я могу вставить вот эту вилку эта вилка была когда-то я ее расплющил молотком затащил сделал короткими зубья потому что нам не нужна была эта вилка для чего-то где надо было сделать четыре отверстия по моему кажется в какой-то коже или в алюминиевой пластинке но я тогда делал у меня не было рукоятки а сейчас у меня при помощи этого устройства появляется рукоятка смотрите я даже сверлом сверлом могу сверлить при помощи этого универсального устройства я закрепляю сверло в этой рукоятке закручиваю быстро легко и все смотрите у меня есть теперь такая ручная скажем так дрель пластмассу можно просверлить можно просверлить какую-то деревяшку очень удобно и очень легко вот смотрите один поворот и все и я вынимаю это сверло один поворот и я закрепляю под тем углом который не надо очень удобно очень просто вот смотрите видите у меня есть резец он просто резец но я могу вытащить этот резец и закрепить это мое универсальное устройство получается рукоятка 1 а все остальное может быть каким угодно то есть для одной рукоятки подходит сразу все вот смотрите я беру и настоящее ножовочное полотно закрепляю и пилю но бывают такие ситуации когда необходимо пилить просто полотном ножовочным и пилить на такое большое расстояние и такой большой ширины я как-то раз пилил поролон таким ножовочным полотном я очень жалею что тогда у меня не было этой ручки вот смотрите как она устроена это устройство вот это рукоятка отрезанная это закрученным болтом его можно конечно выкрутить но она там очень хорошо закручена надо заводская штуковина но я на заводе как закрутили так и и беру и пользуюсь вот это барашек называется и это шайбочка вот честно говоря шайбочку я добавил я добавил шайбочку чтобы легче крутился барашек посмотрите сейчас возьму и разберут эту заводскую пилку и мы посмотрим что в ней не так как у меня вот смотрите вот точно такое же только я сделал рукоятку покороче вот видите ну это заводская левая а у меня на правую сторону ну было две разных пилки разницы никакой нету вот смотрите вот я взял здесь этот механизм вот вот он точно точно такой же точно закручен точно также болтик его можно выкрутить но ну я отпилил и все и пользуюсь и вот два барашка мой барашек немножко другой но я и пилка другая я добавил тут шайбочку я добавил шайбочку и у меня получилась вот такая универсальная ручка для зажимания всего что хочешь всего что можно вот смотрите я вот назад собрал обратно пилу вот смотрите сюда я тоже могу закрепить сверло единственное что мне мешает работать это противоположная сторона думать видите вот вот у меня было две пилки почему-то их оказалось две я из второй пилки сделал это универсальное устройство который просто но без него никак не обойтись вот вот видите иногда бывает длинно слишком но не помещается я сделал коротким сделал коротким и сразу все стало получаться все стало гораздо удобнее вот смотрите сейчас надо шайбочку одеть шайбочка помогает барашку скользить и она делает закручивание затягивание очень легким вот видите отверстие сделано специально чтобы здесь но что здесь фиксируется вот видите вот фиксируется я здесь надеваю ее через отверстие и все она зафиксировалась на контролирует она не проворачивается и закручиваю барашек барашек закручиваю зажимаю то что там будет пилка там будет или там будет лезвие ножика будет или сверло прям все что угодно может быть может быть какая-то царапалка какая-нибудь выгребалка какая-нибудь ну какая-то там выбивала какая-то не знаю что там может быть вот очень удобно очень часто пользуюсь вот огрызком обломком ножовочного полотна потому что можно что-то пошкарябать что-то можно попилить очень удобно можно что-то даже распилить причем пилить 6 секунд просто не всегда лобзиком удобно потому что это дуба ой дуба который ломтика она ну ну падает то налево то направо она мешает немного она конечно нужна тогда когда ты пилишь что-то такое широкое да она незаменима без нее невозможно но иногда бывают ситуации когда тебе надо пилить а это дуга она тебе мешает она все время на бок тебя заваливает ну и получается что ты распиливаешь у тебя все криво вот видите а здесь я могу крутить и так и так вы думаете с этой дугой я так легко вращал и так быстро выпилил нет эта дуга она очень мешает она очень отвлекает поэтому пила без дуги очень нужно очень нужно потому что она очень удобно посмотрите просто так я взял и сколько устройств можно воткнуть в эту рукоятку вот как даже ключ можно вот смотрите это ключ 6 гражданин вот ключ может возникнуть ситуация что надо его закрепить и с помощью ручки вращать да может быть даже если не может то все равно вот давайте проверим я никогда не пробовал откручивать гайки при помощи рукоятки и шестигранного ключа вот раз и откручиваешь удобно но я не знаю я бы не стал конечно в рукоятку зажимать вы мало ли чего вдруг мне пригодится вот такая штука взял закрутил и пользуюсь она небольшая она маленькая это рукоятка я не стал ее делать длинный чтобы она не мешала не цеплялась в руке чтобы она там не была громоздкая сделал такое маленькое универсальное очень удобное устройство цель была сделать облегчить работу мастера вот я облегчил вот смотрите делайте такое устройство вот применяйте его